Я Лариса Бузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Ирина, Оксана и Алла. А жених у нас Алексей. Здравствуйте. Рада вам. Проходите. Алексей. 47 лет. Был бесконечно предан своим женам, но каждый раз оставался преданным ими. Алексей получил образование агронома-селекционера. Был владельцем фирмы ландшафтного дизайна, сейчас работает менеджером в крупной торговой компании. Профессионально ходит на лыжах, увлекается оригами, коллекционирует редкие монеты и помогает детским домам. Предупреждает, что не ест хлеб. Алексей не обратит внимания на алчную особу, которая материальное благополучие ставит выше духовных ценностей. Женится на приятной женщине, с которой можно поговорить по душам и не чувствовать себя одиноким. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Вы такой худырлик, почему хлеб-то не едите? Не знаю. Ну про хлеб не забудьте. Дело в том, что я с города, где находится фабрика елочных украшений. И вот это сделали специально для вас. Это мой фетиш, вы знаете, да, что я просто... Нет, это мне передали. Да на, пожалуйста. Скоро будет Новый год, поэтому... Вы знаете, что я... Это символ семейного счастья. Леша. Ручная работа. Короче, если хотите мне сделать приятное, дарите мне елочные игрушки. Елки, все, что связано с Новым годом, это мое все. Слушай, мне прям нравится, молодец, вообще. Так оригинально подошел. Еще вот такие подарочки. Это все со своего огорода. Ты что, огурцы любишь? Или что это? Да, я все люблю. Давай огурчики. Да. Спасибо. Садись. Вот эти очень вкусные. Дай помидорчики тогда люблю больше. Потому что здесь кроме морковной бакуни ничего больше нет. А тебе все самое прекрасное, Тамарочка. Хорошо выглядит. Очень. Мне нравится. Да? Приятный. Приятный. Очень приятный. Как в интернате оказались? Я с большой семьи. И родители всю жизнь прожили на Камчатке. И так как одна школа на весь район. Поэтому всех детей свозили в школу. И, естественно, добираться далеко. Возили на вертолетах, на собаках, на оленях. То есть вынуждены не потому, что пили, не потому, что неблагополучные семьи. Нет, у меня очень хорошие родители. Я горжусь ими. Отец и мама ветераны войны. То есть вы поздний ребенок. Да. Я седьмой. Последний. Поскребыш. Да. А я в семье самая первая. У нас в семье семь человек, но я самая первая. Я училась в школе, где недалеко от школы был интернат. И интернатовские дети, они особенные. Их тут же не лишали их родители родительских прав. Но просто жили далеко. И на неделю их привезли. Да какой на неделю? Забирали там, может быть, их на каникулы. И то не всегда, не всех. Нам, конечно, было любопытно. Мы бегали. До сих пор я этот интернат вижу во сне. Бегали к ним просто в гости. Потому что это же так интересно. Заходишь, а в комнате там 50 кроватей. И казалось, что и в столовой какой-то запах особенный. Не то, что там дома. Но как-то нам нравилось. Но одно дело со стороны, а другое дело жить. Ну, нас местные на самом деле только били. Потому что клеймо интернатовский, да? И ходили мы все одинаково одеты. И везде были печати, что одежду тебе выдали в интернате. Домой ездили только на каникулы. А никогда не пробовали бунтовать, не говорить, что я согласен научиться по-другому, но только чтобы жить дома? Нет? Ну, я считаю, что это сделали мои родители. А обсуждать своих родителей я не хочу. Да, тогда это сейчас родители, дети, друзья. И обо всем можно говорить. Конечно, было время, когда старший приказал назывался. Видимо, так им было удобно. И что, и не доедали, не досыпали? Всякое было. Всякое было. Школа, конечно, хорошая. Хорошо, что он знает, что школу-интернат. То есть я прошла тоже так же, как и он. Мы знаем цену, наверное, людским каким-то где-то более качеством. Так что с хлебом? Ну, я был в пятом классе, и как-то пришли в столовую, и у нас местная национальность коряки, ему не хватило кусочка хлеба. Одному мальчику, потому что вы схватили как, ну, наверное, более сильные, более ловкие, и впереди стали последний кусок хлеба. Так было как-то чудно, что прибегали, и глаза сразу смотрели, в какой тарелке больше налито, и тянули все это к себе, и тут же уже другой рукой брали компот, надпевали. Где больше было налито? Сейчас вот это все вспоминаешь, и как-то вот странно. И вы схватили последний кусочек перед корякским мальчиком? Ну, практически так, и, в общем, тому не хватилось, и случилась трагедия. Мальчик повесился? Да, и я после этого просто... А почему вы решили, Лешечка, родной мой, почему решили, что из-за кусочка хлеба, милый, может быть, все наложилось? Может быть. Живете с этой виной? Ну, тогда мне просто вот так оно показалось, и поэтому вот я как-то... Дорогой мой... Над его кроватью, его же ремнем. Понятно, что ребенок делает вывод, да ведь? Я думаю, что вы не виноваты, потому что у вас были равные условия. Кто не успел, тот опоздал. Жизнь такая, слабый подчиняется сильному, медлительный, шустрому, умный подчиняет себе не очень умного. Такая жизнь. Леш, послушайте меня. Абсолютно вы ни в чем не виноваты. Такая была жизнь. Потому что если бы этот корякский мальчик перед вашим носом схватил последний кусок хлеба, вы этого бы не совершили, суицида. Значит, был целый комплекс каких-то проблем у этого мальчика, царство ему небесное. Да? Это была последняя капля. Вы не виноваты. Пожалуйста. Хорошо? Да. Спасибо вам. Какой кошмар. Так вот всю жизнь себя винить в этом, с этим вот жить, вообще, конечно, тяжело, да? Родной мой, поэтому я вам хочу сказать, попробуйте, ешьте хлеб и просто съедайте хлеб и думайте о себе и о том корякском мальчике. За два их ешьте. Потому что каждый из нас проживает какое-то чувство вины в этой жизни, и это невыносимо. Ну, у нас, кстати, тоже с хлебушком было такое, что мы с девочками брали из столовой хлебушек тайно, потому что нас все равно проверяли тоже, обыскивали, чтобы мы из столовой ничего не выносили. Это нельзя было. И тайно принесешь где-нибудь кусочек и засунешь его в батарею. Да, и он подсохнет, и мы грызли тихонечко его. Леш, но на этом череда бед в вашей жизни не закончилась. Это было только начало. Вы же женились по любви первый раз? Да. Дети родились? Нет. В браке? Я удочерил девочку, и как бы все было нормально. Скажите, пожалуйста, а почему своих детей не родили? Ну, так вот получилось, что мы с первой женой расписались, и потом попали в очень сильную аварию. У нас въехал пьяный полковник милиции на джипе. Нас прям буквально вырезали. И, конечно, очень пострадала моя жена. Мы на тот момент немного совсем прожили, там буквально, не знаю, может быть, месяца два. И потом она почти два года ездила на инвалидной коляске. Смотрите, вы ее возили. Вы даже забросили свое лечение для того, чтобы жена не ходила на костылях, а чтобы была возможность видеть эту жизнь. Вы ее возили на коляске. Да. От этого у вас осталась хромота. Да. Конечно, он такой весь какой-то, не знаю, потерянный. Весь такой грустный. Конечно, очень повлияло на то, что мы не остались вместе. У вас заболели родители, им нужно было помогать, правильно? Да, да. А жена что, отказалась? Я предложил поехать жить в деревню для того, чтобы... Ну, она отказалась. Она сказала, что не для меня и не для царских кровей? Ну, она и тоже такая, не особо таких прям царских кровей. Я понимаю, естественно. Ну? Но пока вы ей помогали, все было хорошо, а когда потребовалась помощь... Она уже встала на ноги и уже... В общем, не получилось. Ничего не получилось. Я уехал к своим родителям и стал ухаживать за отцом. Она его поддерживала. Она хотела быть поддержкой, а в результате им просто пользовались, получается. А вы, надо сказать, единственные, кто ухаживали за родителями? Да. Сначала ушел отец? Да. И мама переписала дом на вас? Нет, отец переписал дом на меня. Отец переписал, потому что вы единственные, кто, в общем-то, от кого он помощи дождался, из детей. Да, потому что отец... Божий вы человек, Леша. Собрал всех за столом, всех детей. У нас осталось, на самом деле, четверо только в живых. А что случилось с остальными? Две первые сестры умерли еще на Камчатке, потому что отец не довез их до врача, и они умерли у него на руках. Сначала одна, потом через два года вторая. Скажите, а что за надобность была жить там, где нет школы, где врач, не пойми, сколько до него ехать? Почему родители ради вас семерых детей не поменяли место жительства? Это только дело родителей. Мы не имеем права их осуждать. Конечно, имеете. И осуждать, и судить, и разбираться, почему они этого не сделали. Конечно, имеете. У нас тоже нет родителей. Не мамы. Мамы уже 10 лет. Я так думаю, что все дети потом, конечно, и своим отношением, наверное, и сказали, что вы были неправы, что вы так поступили. Конечно, они даже вас не смогли вместе. Они вас даже, так сказать, перед уходом не могли вас не примирить с друг с другом, не сдружить. Это всегда виноват тот, кто старше. Виноваты родители всегда. Дети никогда. Ну, если только они психически здоровы. Я думаю, братьям и сестре были основания на меня обижаться, потому что практически досталось все мне. У нас в семье 7 человек и вот 5 сестер, которые у меня есть. Мы не со всеми общаемся. Общаюсь только с двумя. Мои самые любимые. Оля, Марина. И когда вы нашли вторую жену, когда она появилась? Я встретил вторую свою супругу. У нее был сын от первого брака. Ну, опять взяли с детем. Да, у нас была замечательная семья. Она очень хорошая хозяйка. Не каждый такой скромный, да, вообще. Благородный. А вот, да, наверное, благородный. Это очень благородный, с моего стороны. А своих детей почему не родили в этом браке? Хотели немножко пожить для себя. Ну, потом у нее уже был свой ребенок. Один раз пришла ее подруга, которая рассказала нам такую историю, что на крыльцо родильного дома оставили спортивную сумку и... С младенцем. С младенцем, да. И развернув, увидели, что там девочка. Там был написан ее вес, рост. И мы так посмотрели друг на друга, молчали. Ну, потом решились и спросили друг друга. Ночью не спали, каждый думал об этой девочке. Да, и потом мы решили взять ее. Мы ездили в больницу, возили туда памперсы. И я помню, я очень люблю эту девочку, Лера. Сколько ей сейчас? Сейчас ей 9. Вот было 25 августа. Вот он когда рассказывает, у него прям глаза наполняются слезами. Ему прям хочется найти, наверное, такую вот женщину, чтобы у него все это, вот он смог проговорить, выговорить. С чего в другой жене в голову пришло вас, так сказать, подтолкнуть к тому, чтобы вы переписали и дом на нее, и квартиру? Вы молодой мужчина, здоровый. В общем, все переписал. А зачем? Вы не задали ей вопрос, а почему? Вы уходите, не собираетесь, вам лет, еще всего ничего. Мне уже этот вопрос задал весь мир. Да, и Роза очень любит мужчинам задавать этот вопрос. А что женщина получит через 5 лет, если вдруг вы разведетесь? Я не знаю, почему она должна что-то за то, что она в семье получала такое же удовольствие, она такой же партнер. Почему она должна что-то за это получить? На равных. Да, ну здесь ни о каком равенстве не идет речь. И вы все переписали, не задавшись вопросом, а, собственно, для чего? Мы прожили 4 года. Всего лишь? За эти 4 года я очень старался. Я держал скотину, ухаживал. У меня были и свиньи, и куры, и бычки, и козы. Я ходил, доил коз. В общем, все, чтобы дом был хорошо. Да. Я тоже раньше держала. У меня были телятки, поросяток держала, куры были. Но сейчас тяжело. И вот когда вы переписали, успокоили ее, казалось бы, должны были прям зажить, и женщина выдохла, все, со словами теперь, Леха, буду любить только тебя. Я подстрахована, дети мои тоже. Так что давай расслабимся и заживем, как люди. А она? Нет, она... Я, наверное, сделал ошибку. Хватит себя казнить-то. Хватит. Какую? Вина была только моя. И просто такой я какой-то, что так, видимо, воспитан, что нет в доме это мужская работа, это женская. Я помогал просто во всем. Я очень люблю гладить, это, видимо, с интерната. Ну и старался там... И постирушка, и готовка. В общем-то, ну, как бы... И дети. Да. И поэтому, видимо, не знаю. Нет, вы превратились в коврик, о который вытирали ноги и ваше семейство, и гости, и все. А потом коврик испачкался. Его постирали, повесили на балкон. Коврик простыл и умер. Не нужен был. Не нужен был уже больше все, что могла. Я не имею права ничего говорить про нее плохого. Объясните, почему? Потому что она... Не знаю. Потому что вообще я просто хожу в храм. Это понятно, родной мой. Я не имею права вообще никого не обсуждаю. Имеете права, конечно. Моя мама говорит, мы не судим, мы говорим правду. Он о всех хорошо говорит. Вот он, правда, никого не... Он верующий человек, Лен. Не суди сам, да? Она вас сбросила. Вы жили в машине, потому что негде было жить. Потому что она вас лишила всего. Три года я боролась. Отобрала от квартиры? Конечно, но когда все переписал, все переписал на нее. Вы три года боролись. И право, что собственник вы этого дома, вы отсудили. Естественно, что справедливо. Я даже участковый не мог заселить в дом, потому что я приходил к участковому и говорил, подождите, я здесь прописан в этом доме. Это дом моих родителей. Ну, вселите меня. Меня никто не мог вселить. Все говорили, если она собственница, она имеет право. Как вы опровергли дарственную? Очень было тяжело. Это практически невозможно. Ну, какой аргумент? Ну, наверное, когда очевидно все, что дом родителей, что как только он переписал на нее, сразу был развод. Тут явно же, прочитывая, что факт мошенничества, корысть. У нас прошло, наверное, заседание 40 точно судов. У меня были очень хорошие адвокаты, муж с женой. Дай бог им здоровья. Да, вот им действительно, дай бог, здоровья. Трудно потом подниматься после предательства какого-то и доверять человеку. Да, впускать в свою жизнь. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. А пока реклама. Вы москвич? Нет, я в Подмосковье. Но сейчас в Подмосковье, да, все это дело происходило? Все, я так и вернулся в свой дом. И когда в москву был суд, мы не верили до последнего адвоката. То есть в Камчатке родители ваши вернулись в Подмосковье? Да, они сами из Подмосковья, с этого города. А на Камчатке они что делали? Рожали детей? Да, мама закончила институт иностранных языков, но всю свою жизнь... На Камчатке они что делали? Кому они преподавали английский язык? Она работала бухгалтером всю свою жизнь. Объясните, почему из Подмосковья нужно было уехать на Камчатку, рожать семерых детей, которых воспитывал интернат? А почему, когда здесь все было? Они сектанты? Нет, не было здесь ничего. И все, что заработали мои родители, только своими руками. И всего добивались своими руками. Нет, ну а зачем родители осуждают? Видишь, настолько... Ну а что? Не дает оценку. Так жизнь сложилась, да. И вот вы вернули то, что принадлежит вам. Да. Почему дом сгорел? Как вы считаете? Дознаватели сказали, что это проводка. Что замкнула проводка. Вот именно тогда, когда дом вернулся к тому, к хозяину. Да, прям за два дня до заседания. Вы, конечно, Божий человек, Алеша Карамазов, никого не обвиняете, ни папеньку с маменькой. Да? У меня достаточно сил, чтобы встать. Встать. Я не первый раз как бы встаю. С дочками приемными поддерживаете отношения? Не дает встречаться. Ну, когда деньги нужны дочке, что проявляете? Я очень ее люблю. И я надеюсь, что когда она вырастет, я смогу ее. Нет. Не сможете. Может быть. То же самое говорит адвокат. Я вам говорю, не сможете. Адвокат сказал, что не сможете? Да. Конечно, нет. Но ведь когда нужны деньги, они появляются? Приемные. И вы им помогаете? Да. Да. А можно посмотреть вообще, как он с колен-то встал и как сейчас поживает, что мы можем предложить-то нашим невестам? У нас вот есть. Добро пожаловать. Проходите в мои владения. Вот это кинозал. Летом я здесь вешаю проектов. Это мангал. Здесь мы жарим шашлык. Наши моти точно. Бассейн. Это самое главное, мне кажется. Это баня. Здесь после бани можно попить чай и искупаться в бассейне. Сейчас осень. Замерзла вода. А летом здесь красивый водопад. Это спортзал. Здесь можно поиграть в теннис и позаниматься на тренажерах. А вот это осел. Сделан из-за отходов производства. Теперь пойдемте в дом. А вот здесь я живу. Вот это гостиная с аквариумом. И кухня. Аквариум. Это мечта моей жизни. Я живу в твоей жизни об аквариуме. Но у меня его никогда не было. Класс такой дом. Вообще. Вот это кабинет. Я занимаюсь энтомологией. Вот эту хвостоносить с мака я привез из Инии. И так же я собираю вот такие корабли. Вот этот корабль я собирал несколько лет. Боже человек. Можно я вам пожму руку и обниму. Вы для меня абсолютный герой. Вот просто. Позвольте. Вот просто. Спасибо, Лариса. Просто. Вы настоящий герой. Настоящий мужчина. Каких мало. Вот. Человек, который не спился. Нет злобы и обиды на весь мир. А уж те испытания, которые вам пришлось пережить, это хватило бы на 150 человек. Ну, конечно, досталось ему. Да, действительно, судьба вообще. И одна за другим это вообще... Хватит. Все, 47 лет. Все, уже закончилось. Теперь только сплошное счастье. Дорогой мой. Не факт. От всего сердца. Абсолютный факт. Эх, я замужем. Мой человек. Вы, я просто восторгаюсь. Вы, я в абсолютном восторге, в абсолютном восхищении. Скажите, а сейчас, когда и свой дом, и банька, и все родня не желает воссоединиться? Честно. Мы очень часто встречаемся с сестрой. С братьями мы, к сожалению, встречаемся только на каких-то крупных мероприятиях. Скажите, племянников много? Много. Много, да? У меня очень много внуков. Вот смотрите, никакие они вам не внуки, они вам внучатые племянники. Вот слушайте меня, 47 лет, вообще ни о чем. Просто мне, послушайте, поверьте мне на слово. Я так уговорила одну звезду, не буду озвучивать кого. Я сказала, ты не имеешь права не родить своих собственных детей. Не имеешь права, потому что у тебя куча племянников. Ты безумно богат. Рожай своих. Вам еще жить 100 лет, но вы даже себе представить не можете, на какое горе вы обрекаете своих племянников и внучатых племянников. Как они будут дербанить ваше состояние и все. Вы должны родить собственных детей, хотя бы одного. Хотите братика или сестренку? Да, хочу. Эдик, кого ты хочешь, Эдик? Я хочу сестренку. А ты? А я братика и сестренку. Ну и все. Значит, и братика и сестренку родим. Вы не имеете права не оставить после себя продолжение вас прекрасного. То, что вы дадите своему ребенку, я в этом не сомневаюсь. То, что вы осчастливите своего ребенка и ваш возраст, вообще ни о чем сегодня. О чем может быть? Я, может быть, первый раз буду настаивать на том, чтобы у вас была женщина детородного возраста, молодая и безбуйного прошлого. Хватит. На воспитывались чужих детей неблагодарных, на отдавали себя неблагодарным женщинам. Поэтому вам нужна практически идеальная молодая женщина, которая оценит, потому что вы штучный, ценный экземпляр. У нас тоже штучная женщина, идеальная и единственная. Это факт. Больше таких нет. Хватит. Живите для себя, божий человек. Вы заслужили, вы выстрадали всю эту жизнь. Все. Я каждый раз на те же грабли. У меня вопросик. А вы, вот, Лариса, вам все детородную, ну уж простите, я как, как говорится, как налоговая. Все спрашиваю. Вы-то можете детей-то? Может быть, вот, движенное было по состоянию здоровья бывает? А то мужчины все на женщину грешат, что вот она виновата, а потом выясняют, что, извините, сперметазоиды неактивные. У вас-то с этим все в порядке? А то Лариса агитирует вас за советскую власть, а может, по состоянию здоровья. Лучше тогда взять уже с детьми. Да все нормально, просто, мне кажется, здоровья уже не хватит. Ага, ага. Вот, на чужих крячить хватит, здоровья на своего нет. Глупости все это. И медицина все это. Вполне, вполне хватит. Вполне хватит. Здорово, я тебя люблю. А вот, брачный контракт. Я посмотрела, думаю, тёх-матёх, ничего себе тёх-матёх, вон, какую фазенду себе отгрохал. С увести не хватит, брачный контракт. Будем, брачный контракт, будем? Ой, нет, просто никаких с нервов с вами не хватит. Как не будем? Обязательно. Как об этом можно сказать человек, с которым ты собираешься? Просто языком говорите. Дорогая моя, я уже битый так, что давай сейчас поживём, по-моему, можете даже расписаться. Но по закону, всё, что сегодня принадлежит вам до брака, это должно принадлежать вам и остаться в любом случае. С вами только по доброй воле. Нет, если когда общие дети родятся, это другой вопрос. Но на сегодняшний день, если она вдруг сбрыкнёт, с чем придёт, с тем пусть уходит. Но по завещанию можете ей оставить. Есть что? Если вам, как говорится, совестно, мне не совестно. Правильно, Роза. Если что нарисуется, я вам быстренько и контрактик, и людей нужных вот таких. Правильно, Роза, в этом случае я сегодня, да, хватит уже. Да, ну что, Роза, кого ты? Я уже посоветовала. Ну что, 40-47 лет, ну как бы, конечно, хорошо бы для радости. Уж не знаю насчёт детей, как говорится. Ну, хорошую, добрую, такую бессеребрянницу, как вы. Вот и милуетесь друг с другом. Ей ничего не надо, вам ничего не надо. Хотя, в принципе, я смотрю, вам очень даже надо. Ну, а уж про брачный контракт тут не переживайте. Всё, вы свою карму отработали. Всё, что плохое должно было случиться, случилось. Поэтому молодая, живая, озорная, хохотушка, хозяюшка, милейшая, с лёгким характером, с нравом. Вот, знаете, есть такие. Вот ей хоть прям духи в глаза, а ей всё божья роса. Понимаете, вот лёгкую и подружка, чтобы вам была, и чтобы ваших друзей привечала, и чтобы ей всё это нравилось. Будем учиться улыбаться, а не имущество делить. Что скажешь? Хочу сказать, что, Алексей, вы хоть и Скорпион, но Нептун с Солнцем и Луна в рыбах. Как Ксения Блаженная, понимаешь, всё отдала. И за любимым мужем, правда, ушла, так сказать, когда муж умер. Всё отдала. А она рыба? Рыба. Да. Склонна к жертвенности, вот такой же, понимаете, как рыба. Вот это состояние всех любить, жертвовать и помогать, оно внутри вас и живёт. Правильно. Отсюда христианство, отсюда любовь к ближнему, отсюда желание всем помочь, всё отдать. Но вас вытягивает именно живучесть Скорпиона, понимаете, именно протест к жизни в том, что нет, я не умру, я буду жить и я буду работать. Потому что прекрасный Юпитер, прекрасный Марс, мужчина вы действительно рукастый, вот, и человек, который всегда готов работать до изнеможения. С руками человечек, с сокровищем, с сокровищем. Такова ваша жизнь и желание жизни. Хоронить вас должны собственные дети через сто лет, понимаете, и оплакивать вас должны. Вы должны после себя оставить. Проходите. Хочу добавить, что женщина всё-таки нужна не молодая очень, как вот вы говорите. Ну не 20-летнюю, но 35-летнюю, которая может родить. Она должна быть зрелой, она должна быть зрелого возраста, потому что Алексею нравятся женщины авторитетные и хозяйственные. Правильно, умные, авторитетные и хозяйственные. Ой, не повторяйте уже, хватит, сам всё сделаю. Слушай, я не могу, вообще прелесть. Ты таешь, да? Я прям таю, вообще просто таю. И мы таем, вау. Да. Идите, знакомьтесь с первой невестой, удачи. Спасибо. Не могу, я не учу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Хотела бы с вами познакомиться. Спасибо. И если разрешите меня, вас приобнять, потому что я тоже интернатовская. Ну я их так называю интернатовские, если можно. Здравствуйте ещё раз. Спасибо. Ирина, 43 года. Продавец в круглосуточном ларьке. Любит плавать в бассейне и ходить в кино. Гордится своими сыновьями. Мечтает открыть своё дело и съездить на море. Признаётся, что очень иронимо. Предупреждает, что воспитывалась в интернате. Ради большой любви Ирина отказалась от собственной матери, но впоследствии поняла, какую страшную ошибку она совершила. Надеется, что Алексей поймёт её больно. Здравствуйте. Здравствуйте. Тоже с гостинцами, я смотрю, с каким-то. Для жениха, наверное. Нет, это для вас. Я поприветствовать хотела. Это торт. Сами? Да, я сама. Рукастые. А давайте жениху. Пусть он попробует. В конце концов, вам жить. Мы к вам в гости будем приезжать редко. Правильно? Огурчики, кстати, жениха. Во. Мы уже попробовали. А посмотри, он заблупался. Она ему понравилась. Понравилась. Ириночка, вы воспитывались в интернате так же, как и Алексей. Да. Сколько у вас было детей? Пятеро, мам. Пятеро детей. Ребят, давайте так. А он не ест. Ребят, история такая же тяжёлая, поэтому не мешай, не роза, не ты мне, не захихихик. Давайте расскажем, потом будем обхихикиваться. Не понравился или не едите? Ну, извините. Ещё рановато. Ещё всё спит. Хорошо. Мы поменяем всё в его жизни. Будет кушать у нас и хлеб, и торты, сладенькое. Буду ему пирожки готовить. У меня вообще классная пицца выходит. Что за надобность была при живой матери вас отдать в интернат? Ну, это мама, когда второй раз вышла замуж. То есть нас трое было от первого брака. И вас по очереди отдавали в интернат? Да, старший был брат первый. В интернате. Потом вас. Потом я, потом младший. Потом сестра, да? То есть, нет, брат. Брат. А мама вышла замуж, когда вам сколько было лет? Мне было три кодика. И вот она старшеньких-то, ну как же, муж же, новые дети. И она старшеньких стала отдавать в интернат. Да. И в интернате не то, что было не сладкое. Было горше некуда, называется, да? Да, были у нас там. Издевались воспитатели. Попадала. Над беззащитными. Что они там делали с вами? Кошечка моя, хотите плакать? Плачьте, милая. Потому что... Раз плачете, значит, живая, и все. Ой, а если я буду плакать, мне просто грим. Отругают. Тоже через многое прошла. Вы жили в интернате маленькая, заступиться... Ну, брат заступался, если что-то. Ну... А она особо злая воспитательница наказывала, что волосики на головочке накручивала. Ну да, это Зилаида Степановна. Нет, это у нас учительница. Она любила ставить... Гимн России. Ты должна была стоять по стойке смирно. И если где-то лишний раз ты что-то сделал, там, или отвернулся, повернулся, наматывала волосы и вырывала. Даже там, боже мой. А пожаловаться некому? Маме не жаловались, не пробовали? Нет. Мне маму вообще было жалко. У нее... Сложно все тоже в жизни. Ну нет, послушайте, ты родил детей, и пока ты в себе силы не чувствуешь, что ты можешь еще и новых детей поставить на ноги, ты заботишься о тех, которые уже есть дети. Понимаете? Вот. Вот, поэтому мы сейчас никого не выгораживаем. Я человек прямой, не очень... Нет, правда... Люблю вот это подковерное. Я буду, давайте, называть... Она не моя мама, я называю все ее своими именами. Нет, нет, зря, Ларис. Нет. У меня мама все равно была хорошая, очень женщина. Добрая, правда. Очень. Просто сложились так ситуации, что... Не так ситуации, это она так сложила. Добрые женщины не отдают детей в интернат. Вы меня простите, да. Ну да. И не такой интернат, которым, извините, волосы вырывают. Да, вообще... Ой, боже мой, какой ужас. А со стороны отчима какое было отношение к вам? Папа... Я его называю папой, потому что с трех лет меня все-таки воспитывал. Ну были, да, где-то вот на проказничаем что-то, но попадало тоже. Ну, в большей степени маленькие, когда проказничали. То есть... Никогда не говорила, ну давай как-то справимся. Ну, пусть детки с нами ждут. Посмотри, какая Ирка приходит из интерната. Бедная, напуганная и все. Давай, пусть дома уж. Господи боже мой. Как-то выживем. Нет, с одной стороны, вы знаете, я даже не жалею. И, наверное... Послушайте, мы давайте в прелесть не будем впадать, потому что я начинаю раздражаться. Я не в прелесть. Никому не ставим оценок. Мы просто... Вы знаете, как наследствие. Только факты. Все остальное сам каждый себе додумает. Ну, я думаю, что Алексею, конечно, жалко. Жалко ее. Ну, как бы душевный. Потому что он душевный человек, ему, естественно, жалко. Вот. Ну, я думаю, что... Я больше подхожу. Замуж во сколько вышли за свою большую любовь? Это мне было уже 26 лет. Но вы уже были с ребенком. Да. А ребенок от кого? Ну, этого человека сейчас уже нет в живых. И я на тот момент была молоденькая, наверное, но гордая. Я видела, когда мой молодой человек оказался... Не особо обрадовался известия о беременности? Нет. Даже не это. Он оказался у подруги. Жить было где? Да. С ребенком. Меня мама поддержала как раз в тот момент. И я жила у мамы. С ребенком? Да. Встречаете свою самую большую любовь, как вам кажется, да? Да. Вы ходите за него замуж официально? Да. Она, конечно, хорошая женщина. Я не буду... Симпатичная. Но я подхожу больше. Вы жили счастливо до того момента, пока не родился общий ребенок. Да. И что стало происходить? Ну, он стал сильно гулять, пить. А по отношению к вашему сыну? По отношению к моему сыну пришла как-то один раз свекровь утром. Саше, наверное, на тот момент было годиков пять. И она пожаловалась Суворову, что он балуется газом. Ну, я уже на тот момент беременная была. То есть я, правда, я не обратила внимания, то, что он соскочил и пошел. Он вышел как бы из комнаты. Я потом только слышу, когда у меня уже ребенок кричит. Он зажег газ и держал его руки. Да. Мальчик верещал, наверное, но потому что это же нестерпимо. Это был единичный случай? Да. Нет, конечно, да? А с рождением общего ребенка, наверное, загнобил старшего уже совсем по любому поводу. Ну да, и потом, чем дальше, тем больше он стал подниматься, так скажем, по работе. То есть он перестал бывать дома. Он потом, когда приходил, он и старшего, и младшего сына стал бить. А вас? Ну, нет. Тоже? Да. Мама, дорогая, это же не один год, наверное, да, все это длилось, я так подозреваю. А что стало последней каплей? Я решила к нему на работу зайти. Я прихожу, его там на рабочем месте нет. Ну, в общем, я его нашла, там как подсобка была, его подчиненные там сидели. В общем, они были обкуренные. А он был с женщиной? Его застали с женщиной? Там была у него, да. На тот момент он завел себе там подружку. Легко вас отпустил? Нет, он избил меня очень сильно. С первой невестой у нас похожая история. А история с куриной ножкой, вот, что вас грызет по сей день, за что вы просили прощения у матери. Где вы жили на тот момент? Я жила с Суворовым, с мужем своим. И, то есть, я ему приготовила, оставила вот эту вот, будь она не ладно, это ножка. Я когда ушла, приходила моя мама. Ну, в гости, естественно, мама приходила. И она не знала, что это я для него приготовила. То есть, я стала ругать, ругаться с мамой. И мне тоже сам муж сказал, что больше ноги твоей мамы здесь не было. Потому что она съела эти куриные ножки. Да, ну, мы в ситуации, ну, не ругаться, но, можно сказать, мам, ну, в общем, ты без предупреждения приехала, я приготовила мужа. Ну, как-то нужно было меня спросить. Я дома не было просто. Ну, нужно было меня спросить. Ничего вы перед матерью не виноваты. Потому что вы в своей жизни этих куриных ножек вообще не видели с детства, кроме унижения. Ничем вы перед матерью не виноваты. Нет, там просто... Да, вспылили. Не забудьте про эти ножки. И никакого преступления не совершили. Ну, с мамой мы тоже, как бы, не близки. Ну, конечно, если встретимся, то мы поздороваемся. То есть, в разные стороны. Мать умерла? Да, мама умерла. Мамы нет. Царство небесное не корит себя ни в чем. Вы не виноваты. Абсолютно. Это вам мать не додала, а не вы ей. Вот и все. Никого не надо осуждать, никого не надо ругать. Вы просто должны жить без этой жуткой вины. Вы воспитали прекрасных детей. У вас замечательная младшая сестра, которой вы, судя по всему, помогали и тянула вас. Да, вас зовут? А вы живете, да? Юлечка. Да, мы вместе живем. Да? А вот у меня вопрос. Вы живете, как я знаю, из вашей истории, на съемной квартире. Да, мы снимаем квартиру. А где мамина жилплощадь-то? Мамину жилплощадь, и я продала. Ну, хоть с пользой для дела. Да, естественно. У меня в моем городе, я из города Соликамска, там остался старший сын. То есть у него там семья, он женился. А тут же сына оставили. Да. Ирина, скажите, пожалуйста, а с братьями, с сестрами общаетесь? Хорошие у вас отношения? С сестрой, да. Ну, мы созваниваемся. С братьями нет, да? Нет. У родителей одна задача. В тесноте да не в обиде. Кусочек хлеба между всеми поделить. И самое важное, если вы рожаете много детей, их надо друг с другом сдружить обязательно. Им нужно с рождения говорить, как я. Веточка сама по себе ни о чем сломала. Вместе мы нас пять человек в семье. Мы кулак. Они это знают с рождения. Я, Георгий, говорю, что ближе, чем твоя сестра, у тебя женщины в жизни не будет. Вы, Василиса Эдуард, не сворьтесь. Мы большая семья, мы должны жить дружно. Вам 43 года? Да. А вы слышали историю Алексея. Я считаю, самой большой несправедливостью, если у Алексея не будет своих детей. А вы как считаете? Чисто по-человечески? Нет, естественно, да. Потому что, конечно, такого завидного жениха для вас, истерзанной, столько прошедшей, это просто абсолютно санаторий-профилакторий. Но, по-человечески, я считаю, что ему нужна женщина, которая ему сможет родить. Да, я согласна. Правда? А что сразу, да, согласна. И что, у тебя кусок изо рта вырывает, она говорит, да, согласна. Нет, по большому счету... Продолжай дальше. А что не бьешься-то? С тем, что если у детей нет, у человека, почему нет, да, естественно, я согласна, что нужны свои дети. Так он раз из детдома хочет, как ты к этому относишься? Почему нет? Вот! Вы хотите детдомовского? Да. Правильно я поняла? Я вообще не хочу никого. Алексей, захочешь. Детей захочешь. Лариса, и что? Нет, дядя, ребенка из детдома. Десять лет будет ребенку, когда мне будет пятьдесят семь. И что? Мужики мрут, как мухи. И это где? Потом оставят свою супругу, допустим. В прекрасном доме. Во-первых, вы себя не хороните через десять лет. Вы ведете здоровый образ жизни, а потом я звезды попытаю Тамару, не светит ли вам скоро. За свои страдания неужели не хотите получить Божью благодать в виде ребенка? Видимо, я не успею. Молодец. Это правда. Я тебя обниму. Это правда. Правильно. Здраво мыслить. Молодец. Понимаете, Лариса. Скажи, пожалуйста, а если вот твой сын, только сейчас не надо визжать и рассказывать, который живет, воспитывает чужих детей. А он никого не воспитывает? Тебя это ж не воспитывает, но тебя аж это на каждой программе вспоминаешь и подкидывает. А если он, вот так же скажет, как Алексей, почему у тебя двойные такие стандарты? Почему двойные стандарты? Значит, твоим нельзя детям. Твои дети должны жить в счастье, в благодетии, рожать себе внуком. Лешенька был бы моим сыночком, а мы с ним ровесники. Мы скоро дедушками с бабушками станем. Да, здесь с каким он станет? Он не отец еще. Ну, сын-то всего 26, Лариса. Ну что сравнивать одно место с... Алексей, я просто все это прошел через себя. Я больше вас уговаривать не буду, пожалуйста. Будете воспитывать... Вот смотрите, Лариса, я приезжал с интерната, мне хотелось поиграть со своими родителями, а им уже было не до этого. Ну, вы же другой родитель, и вы другой человек. И был по 50. Вы другой, и что, вы другой человек. Да, он реалит. И я с ним, Анна, согласна, потому что детей надо рожать в молодости. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, семейная традиция, если такая есть, или семейная тайна, и скелет в шкафу. Семейная традиция. Семейная традиция у нас встряпают пироги. По маминому рецепту. И я вот хотела, конечно, преподнести... С чем пироги? Это особый пирог. Это с капустой и с щукой. То есть, два вот этих вот несочетаемых, как кажется, людям... Наоборот. Они очень, правда, вкусные. У нас папа был рыбак. Я бы хотела... Давай, я помогу. А у тебя что, желудок-то проснулся? Нет еще. Нет еще? Я хотела, кстати, попросить, попробовать вас. Я знаю, что вы хлеб не пушите, но это... Ты видишь, прослежу, когда проснет. А вы приготовили какой-нибудь сюрприз? Покажете? Да, можно вас. Пожалуйста. Я знаю, что вы очень умеете хорошо делать соленья, заготовки. Кстати, к сожалению, я не умею. Я хотела с вами... Откуда вы знаете, если вы еще не пробовали? А я вижу баночки, и я как бы... Так надо попробовать. Попробую. Я умею соленья делать. Я подхожу точно. Помидорчики, перчик. Я буду повторять за вами. У вас все равно так не получится. Я попробую. Все, помыть, естественно. Ну, это понятно. Хотя бы это. И банки очень большие. Если семья большая, то можно... Он такой рукодельный, он такой разный. Боже мой, молодец. Вообще нужен сироп. А как он делается? Нужен маринад. Быстро подсуетиться. Все. И потом так переворачиваться. Если она не течет, накрывает шутку. Хорошо, спасибо. Все. Спасибо большое. Проходите в свою комнату. Вкусно. Еще как лучше. Не проснулся желудок? Моя мама такие же пироги, Ириночка, печет. Дай Бог вам счастья. Спасибо. Слушайте на здоровье. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Кстати, Иришка очень даже ничего. Да. А вам как она? Андрей? Хорошая. Добрая. Плачет много. Кстати, он... Вблизи лучше. Как сказать? Ну, наоборот, он добрый. Вам? Да, мне тоже понравилось. Но... Ну что, что смущает? Хотелось бы с высшим образованием. Понятно. А вам ее образование зачем? А что... Потому что с человеком как-то нужно общаться. Человек говорит даже по-другому совсем. Учиться никогда не поздно. Да. Ты такую школу закончила. Вот именно что. Тебе учиться уже... Прошла. Поэтому... Да. Ты отучилась. Получила высшее образование. Ты, Ириша, вы знаете, вы... Чего это прям так запросто отдаете? 43 года, еще... Ого. И чего, пускай мужчина это... Вы сексапильная такая. Знаешь? Пирожки вон какие печете. Так что вы не соглашаетесь прямо. А мне кажется, я его разочаровала тем, что я не умею делать заготовки. Ирина Рыба. Она очень хорошо понимает вашу внутреннюю суть, вашу душу. Ваши чувства, ваше желание помогать другим людям. Но все-таки она легкий человек в том смысле, что она очень быстро все прощает. Понимаете? Вот есть у нее внутри вот это состояние родственного понимания, что ли. И даже какие-то негативные вещи она склонна прощать. И она скорее, несмотря на отсутствие высшего образования, может стать для вас той светлой женщиной, которая лишит вас ощущения одиночества. Которая, ну вот, всю жизнь она вас преследует как рок, Алексей. Тамара, еще мне кажется, что когда один человек столько в жизни пережил, и второй пережил не меньше, это не нужно. Рядом должен быть человек, который ничего не пережил. Он будет только сострадать и удивляться, что как такое может быть в жизни возможно. И жалеть, и понимать, и помогать. Два с такими тяжелыми судьбами это чересчет. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ Надо бы отведу, бы убрали бы. Алексей, привет. Вы мне очень понравились. Я даже, можно сказать, вас люблена. Потому что история просто поражает. Я хочу, чтобы вы всегда улыбались. Со мной. Вот это вот для нашей сладкой жизни. Спасибо. Спасибо. Сегодня к нам пришли люди, чьи судьбы не вмещаются в формат одной программы. Потому что если их сжать или смонтировать, то это получится уже совершенно другие судьбы. Поэтому мы продолжим знакомиться с невестами завтра. И только завтра мы узнаем, кому пойдет Алексей. Оксаночка, что за преступление вы совершили по отношению к мужу? Убили, что ли, его? Ну вы тоже такой с норовым. Это он так прикидывается. Да, да, да. Вы не то, что прям, а то хлеб не ем, это от этого толстеет, это я не хочу набирать. То есть вы не такой уж прям и лязь-масясь. Он меня видел с коляской, когда я ходила? Видел? Проходил мимо, да, как бы. Не мое же, но я же так решила, что не мое. Не здоровался? Нет. А вам нравится, Алексей? Я разделась до трусиков. Толстая женщина, как одеяло зимой. Где же ты ходил лет 20 назад? Я бы тебя, как Лариса Левна говорит, ухотала бы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова